друзья всем привет продолжаем обустраивать лоджи веранду или балкон сегодня мастер-класс от александра честера он будет показывать как делает раскладное кресло а если вдруг вы хотите поучаствовать в конкурсе даже не вдруг а если вы хотите поучаствовать в конкурсе но нет балкона лоджи или веранды то в самом конце видео будет такая небольшая хитрость которым специально для вас приготовили так что ничего не пропускайте и приятного просмотра друзья всем привет с вами честер и это проект уютная лоджия от компании все инструменты точка ру сегодня мы с вами будем делать кресло на балкон ну кресло то я уже сделал и вроде как видео готово вы его посмотрите а я вам отсюда его прокомментирую вдохновляйтесь моим мастер-классом и повторяйте все что вам понравилось на своей лоджии в своей работе я буду использовать инструменты инфорс и райобе и если вы захотите вы сможете купить их со скидкой 10 процентов по промо коду ссылка на инструмент по акции будет в описании к этому видео начинаем я не знаю как вы но я начинаю свой рабочий процесс зарядки аккумуляторов хорошо когда есть один аккумулятор и еще лучше когда два но вообще отлично когда их три вы наверное зададите резонный вопрос а зачем же так много аккумуляторов ведь один аккумулятор подходит каждому инструменту из одной линейки все верно и ответ прост я не очень-то люблю менять оснастку в шуруповерте и именно поэтому я буду использовать и шуруповерт и импакт и у каждого инструмента будет свой аккумулятор отлично с инструментом разобрались теперь нужно понять что там у нас с материалом для будущего изделия а дровишки у меня из-под стола вести мы состояние их довольно удручающие придется потрудиться данная древесина каких-то хвойных пород поэтому мое изделие будет достаточно легким по весу доски оказались очень кривыми и поэтому половине их строго пополам учитывая мой хоббиный деревообрабатывающий инструмент так будет проще легким движением руки сортирую кривые доски от очень кривых и те что очень кривые пилю продольно а почему пилю продольно да потому что они слишком кривые чтобы допускать их дальнейшей обработки а дальнейшая обработка само собой как вы уже догадались простейшие фугование по пласти и конечно же кромки завершает этап обработки рис мусование материала после чего он становится ровным гладким и откалиброванным предвосхищая ваше негодование о том что а где же нам взять мастерскую чтобы работать со всеми этими инструментами отвечаю можете просто купить сухой пиломатериал и работать с ним ну а те кто скажет что если можно купить материал то можно купить само изделие конечно можно но тогда вы не проверите свои силы в этом испытании ну а те кто готовы это сделать продолжаем ну а раз мы продолжаем то как это ни странно начинаем с предполагаемой разметки будущего изделия забегая наперед хочу лишь попросить вас о том чтобы вы не привязывались к размерам моих заготовок ведь так или иначе ваши заготовки будут другого размера я лишь дам вам базовые размеры будущего изделия и исходя из этого вы будете создавать свое и так начнем мне необходимо вписать свое изделие по ширине балкона ширина балкона составляет 90 сантиметров что я и отмечаю на столе карандашом внутри размеченного пространства я делаю новую разметку и это будет разметка будущего изделия с запасом по пять сантиметров с каждой стороны и того как вы понимаете кресло будет 80 сантиметров в ширину далее справедливости ради я думаю все таки стоит сказать вам размеры которые я использую в этом ролике это 32 миллиметра 70 и 140 толщина 18 миллиметров длина конечно же будет зависеть от того в какое пространство нужно вписать изделие но как я уже сказал не привязывайтесь к моим размерам я дам вам базу а вы действуйте далее я беру те самые заготовки шириной 70 миллиметров и укладываю на места разметки будущего кресла исходя из того что я знаю ширину одного подлокотника в составляющую 70 миллиметров умножаю на 2 то потому что два подлокотника и того получается 140 140 минус 800 и получаю 660 миллиметров внутреннего пространства своего кресла так называемая основа обладая информацией о ширине основы приступаю к распилу материала попутно думаю о том какая будет глубина посадочного места я предполагаю это будет 600 миллиметров и я сделаю 600 миллиметров но отпиливаю при этом 700 почему 700 узнаете позже и вот наконец заготовки распилены по размеру устанавливаю их на столе для скрепления между собой окрепить заготовки между собой я конечно же буду допотопно и по-варварски черными православными всеми любимыми саморезами и конечно же немного клея пва сейчас очень хорошо видно в кадре как я усердно пытаюсь оставить запас в 100 миллиметров с задней стороны кресла это и есть тот самый некий аппендицит в которой будет устанавливаться будущая спинка для этого кресла и вот почему я отпилил не 600 миллиметров по глубине а 700 так ну а что у нас скреплением скреплением все достаточно просто промазываю каждый стык клеем пва и засверливаю отверстие под саморез ну а далее естественно вкручиваю тот самый саморез со второй стороны процедура повторяется ну и как вы понимаете раз у нас изделие симметричное каждый раз процедуры эти будут повторяться ну а я не буду вслух вам это все повторять соответственно будете просто смотреть как я это буду повторять на видео далее вы можете заметить как я устанавливаю поперечные перекладины и подкладываю под них ламели и делается это для того что когда я соберу выдвижный механизм эти ламели не торчали над каркасом а были заподлицо все таки проговорился она по-любому они не слышали они там слушать то не надо там смотреть надо смотрите все таки Итак, основа готова и можно поставить ее на ноги. Но чтобы не заморачиваться с лишними деталями, я предлагаю сделать подлокотники, ведь они будут выполнять двойную роль. Хоть конструкция кресла и топорная, но мне все же хочется немного эстетики, поэтому с передней части подлокотников я сделаю запил под 45 градусов. Длину, ширину и даже если позволите глубину ваших подлокотников, вы можете сделать абсолютно любого размера, но высоту я рекомендую сделать 55 см, именно так и сделал я. Далее необходимо соединить две части подлокотника, которые запилены под 45 градусов, нужно это сделать очень красиво, чтобы они никуда не съехали. А магия эта заключается в том, что нужно лишь просто прижать эти детали к столу с трубциной и тогда они никуда не съедут, можно будет смело засверливаться и скручивать саморезами. Заднюю часть подлокотника я собираю из двух деталей, во-первых, так будет прочней, а во-вторых, так будет проще соединить с каркасом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стасичков подлокотники готовы и казалось бы можно крепить но нет нужно знать размер а точнее высоту на которой нужно закрепить каркасу кресла и если быть более точным то крепить нужно каркас подлокотнику они наоборот и высота каркаса должна быть 30 сантиметров от пола и если кто-то чего-то не понял то перемотайте назад и прослушайте это еще раз и если вы в этот раз не поняли то перемотайте назад и уже не слушайте а просто смотрите и тогда все будет понятно и вот теперь когда у меня получилось уже что-то похожее на кресло я перехожу к интересной части этого видео я начинаю изготавливать опору выдвижного механизма ха как вам такое наверняка вы даже не догадывались что кресло будет не простое а выдвижное или уже догадались догадались вы или нет это не важно так или иначе пришло время об этом узнать будущая опора выдвижного механизма будет по ширине как и сам каркас но по высоте будет на 5 миллиметров ниже почему узнаете позже опора как вы видите состоит из трех деталей и соединяться они будут между собой не совсем стандартным способом не кидайте в меня тапки ведь способ такой всегда был есть и будет есть а а а Ну что же, опора готова и ее необходимо временно законнектить с каркасом кресла. Как вы помните, опора у нас ниже основы на 5 мм, поэтому приподнимаем ее с помощью конусных чопиков и временно крепим струбцинами. Я думаю, что теперь без лишних комментариев понятно для чего мы делали все эти предыдущие манипуляции и как теперь будет работать выдвижной механизм. Но для того чтобы выдвижной механизм работал корректно необходимо внутри боковых частей каркаса установить своего рода салазки, на которой как раз таки и будет опираться весь механизм и наша пятая точка. Я думаю, теперь вы поняли как работает этот механизм, увидев то, как я перемещаю его своими руками. Осталось только заменить мои руки на деревянные ламели. Чем я и занимаюсь в следующее время, использую оставшийся материал. Только не смотрите на то, что одни ламели у меня узкие, а другие широкие. Ваши ламели наверняка будут одинакового размера. Как говорится, слепил из того, что есть. Ламели напилены и можно укладывать их на каркас, а вернее во внутреннюю его часть. Широкие ламели я укладываю на ребра непосредственно самого каркаса, а узкие ламели я укладываю на опору механизма и его бегунок. Уложив ламели на свои места, мысленно делю эту секцию пополам и начиная от одного края через промежуточные деревяшки толщиной в 5 мм пропускаю все эти ламели. И если в середине все сходится, то можно начинать крепить ламели. Способ крепления все так же прост, намазал клея, засверлил, прикрутил. Но не забудьте, крайние ламели необходимо прижать боковым частям каркаса, это поможет выдвижному механизму не болтаться в разные стороны. Музыка. 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 Ну вот и готово, механизм вроде работает, но что-то где-то жмет и трет. Оно и понятно, ведь я говорил, что крайние ламели нужно прижать к каркасу, ничего страшного, можно просто намазать воском и механизм будет работать замечательно. Итак, последний аккорд. Выжимая остатки материала, я приступаю к изготовлению спинки для этого кресла. И если вы дошли до этого этапа, то дальнейшие мои комментарии будут абсолютно неуместны. Все, что могу сюда добавить, это лишь размер высоты спинки и ее высота составила 82 см от пола, учитывайте это при создании самой спинки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично! Кресло готово, но надо добавить эстетики. Беру покупные шканты, наношу клей и забиваю их в отверстия, закрывая шляпки саморезов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустя время клей само собой схватился и шканты теперь не вырвать. Хватаю японскую пилу по дереву и неистово спиливаю торчащие из кресла шканты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спиленные шканты, конечно же, нет смысла выкидывать. Они еще поработают. Собираю их в кучу, убираю подальше, когда-нибудь пригодятся. Далее наступает этап не очень интересный, но достаточно важный. Конечно же, это шлифовка. И шлифовка должна быть очень качественной, чтобы было приятно тактильно, но и глаз радовался. Побыстрее бы закончить, чтобы попасть на следующий этап, уж там-то точно интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, наконец, долгожданный финиш. Финишное покрытие маслом. Масло, конечно же, выбирайте на вкус, только на вкус не пробуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это совсем другое дело. Вот так мне больше нравится, когда есть цвет и текстура видна. Ну а пока масло полимеризуется, предлагаю заняться мягкой частью кресла. Я решил пойти по простому и легкому пути и сделаю просто матрасик. Матрасик из поролона толщиной 5 сантиметров. И он, конечно же, будет мне и сидушкой, и спинкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голый поролон я, конечно же, не оставлю. Нужно во что-то, нужно во что-нибудь его одеть. В моем случае это будет рогожевая ткань. И сошью я этот костюмчик на своей старенькой швейной машинке. Да, друзья, я уже вижу, как вы печатаете в комментариях, мол, ты с ума сошел? Какая швейная машинка? Кого еще шить? Да, костюмчик надо сшить обязательно. Но если вы совсем шить не хотите, вы можете взять свой поролон и отнести его в швейный салон. Швея быстренько вам все это сошьет по размеру вашего поролона. Там буквально три стежка. Это абсолютно ничего не будет вам стоить. Так что продолжаем. Но не переживайте. И если вас это успокоит, то я вам доложу. Я тоже далеко не швейный ас. И в этот раз мне не удалось вшить даже молнию. Мне просто не хватило на это сил. Но в ваши силы и бдительность над этим процессом, я все же верю, у вас все получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спустя где-то час я все-таки сшил, а точнее победил этот чехол для матраса. И мне уже не терпится примерить его на кресло. Но давайте еще немного подождем. Под прошлыми видео я читал ваши негодующие комментарии о том, что вам некуда поставить эту мебель. Ну, типа у вас нет балкона. И если вы думаете, что я с другом сейчас тащу это кресло на свой балкон, то вы глубоко ошибаетесь. У меня в квартире нет балкона. Это балкон моего друга. И кресло теперь тоже его. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Усевшись во второй раз в это кресло, я начинаю понимать, что чего-то здесь не хватает. Есть вещи очевидные, а есть и не очень. Мы обсуждаем это с другом и приходим к единогласному решению о том, что надо бы это сделать. А это, как вы понимаете, означает лишь то, что мы скоро с вами увидимся. Друзья, преображайте и вы свою лоджию, балкон и даже если будет угодно веранду. Участвуйте в конкурсе от всеинструменты.ру. Все условия в описании к видео. И не забывайте применить промокод, если захотите купить такие же инструменты, как у меня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.